Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов провел личный прием жителей в местном отделении партии «Единая Россия». Мы пришли к Сергею Александровичу с проблемой с протечкой крыши, чтобы они нам решили эту проблему. Мы везде обращались, и администрация наша, Пересвет, и Сергея Посада, и Воробьева. Везде мы, и добродел, и никаких результатов не было. Проблема не новая. Потолок в общежитии, где живет Вера Ивановна, покрыт черным грибком. Любые осадки на улице вызывают протечку кровли. На улицу Октябрьскую в Пересвете неоднократно приезжали из администрации, но по закону сделать ничего не могли. Дело в том, что общежитие ранее принадлежало НИЦ РКП, но предприятие дом фактически не обслуживало. В 2019 году здание передали в муниципальную собственность, но этого недостаточно. Чтобы провести капитальный ремонт, необходимо признать общежитие многоквартирным домом. Этим сейчас занимается администрация округа. 10 марта они подают 30 дней на регистрацию. Как только оно выйдет, мы сразу обращаемся в область. То есть он сразу получает дом право войти в программу капремонта. Дальше уже это моя забота переговорить с директором областного фонда, чтобы его подвинули с 2025 годов на какие-то максимально близкие. Я, ну, по крайней мере, хотя бы там с крышей, я об этом договорюсь. То есть мы после 10 апреля можем начать переговоры с фондом. Я не хочу вас обманывать. Я не волшебник, но как работает эта система, понятно. И как решить эту проблему, тоже понятно. Вот ее можно жить только так. Следующая проблема тоже из пересвета. Жители дома 6 по улице Гагарина обратились к депутату с вопросом о низкой температуре горячей воды. Это связано с объемом. То есть не хватает, прежде всего, объема. Диаметр трубы сужается, в связи с этим не хватает объема. И периодически то в одном доме, то в другом. А собственных сетей тоже нет. Российская Федерация, все НИЦРКП. К слову, в этом году НИЦРКП проводила работы по замену сетей. Но данной меры недостаточно. Сергей Пахомов поручил найти в ближайшее время решение проблемы. Артем Усаев, Никита Корсаков. Программа «События».